всем привет меня зовут Денис и это первый выпуск видеоблога программиста о программировании и сегодня я вам расскажу как выбрать королеву инстаграма при помощи тач-дизайнера и питона на создание этого видео меня натолкнуло мысль о том не мысль а знание которое приобрел о том что в общем то вот то как мы видим эту страницу да просто с фоточками то есть мы мы вбили тег который называется girl девушка и увидели топ посты по этому тегу но если мы в объем тот же адрес страницы но добавим на конце несколько символов то мы увидим эту же страницу но виде вот такого вот набора символов и на самом деле если мы приглядимся в этом наборе символов есть вся не вся необходимая информация для того чтобы собрать вот эту же страницу только в своей программе например в тач-дизайнере то здесь есть название тега вот name girl контент адвайзере медиа и дальше в медиа содержится уже полный список по поводу каждой фотографии то есть ссылка ссылка на превью разрешение контента обладатель этой фотографии айди и так далее все что нам надо сделать нам надо получить эту информацию в тач-дизайнере и каким-то образом ее разобрать по полочкам и как-то ее обработать поэтому давайте сразу нырнем в тач-дизайнер и посмотрим как это можно сделать для этого я скопирую вот этот адрес так вот у нас новый чистый проект тач-дизайнера в нем мы создаем пустой текстовый документ вставляем него для начала этот адрес который нам потом понадобится и начинаем писать код значит первое что нам понадобится нам надо импортировать библиотеку так я на самом деле удобства перейду в блокнот здесь есть такой небольшой хак в тач-дизайнере если вы зайдете в настройки и зайдете на вкладку дат то здесь вы можете выбрать дефолтный текст-эдитор вот у меня notepad++ это такая бесплатная программка очень удобная заменитель стандартного windows блокнота и в ней я редактирую код соответственно если я нажимаю edit то у меня открывается этот блокнотик и соответственно если я что-то пишу здесь например это та библиотека которая понадобится нам для того чтобы обрабатывать ссылки если теперь сохраняю то это сразу же появляется в тач-дизайне вот просто в этом блокноте намного удобнее что-либо редактировать чем внутри текстовых нот в тач-дизайне так вот мы импортировали нашу первую библиотеку который нам понадобится your lead request теперь соответственно нам надо получить внутри тач-дизайнера содержимое этой странице для этого мы делаем следующее создаем переменную page и в нее записываем и указываем ей ссылку на эту страницу я сразу хочу оговориться я новичок в питоне по-прежнему его очень активно изучаю мне очень интересен этот язык очень нравится поэтому если я что-то делаю не самым оптимальным способом то учитывайте то что я достаточно не был недалеко продвинулся пока в изучении питона вот и каких-то может быть best практик не знаю поэтому не судите строго значит вот мы получили эту страницу и эта страница сейчас из себя представляет набор байтов соответственно нам эти набор байтов надо как-то декодировать чтобы из этого из этого байтов получить собственно непосредственно текстовые данные поэтому что мы делаем следующее мы создаем новую переменную и в нее передаем переменную page вызываем функцию read и decode кодировка utf-8 вот теперь мы получили эту страницу в виде строчек то есть если мы вот здесь теперь сохраним если мы напишем print вот очень удобная функция которая очень часто пользуюсь эта функция type она пишет тип объекта то есть если я напишу type и сюда передам переменную стр page чтобы узнать тип тип данных в который содержится в этой переменной то есть я запущу теперь этот скрипт класс строка то есть если я просто теперь покажу содержимое без типа просто что в этой переменной содержится в стр page то вот мы увидим кусок всех наших вот этих данных тех же которые мы видели вот на этой странице да но так как это просто для нас сейчас на уровне питона так как это тип данных строка это просто набор символов ничего не значащих для питона то есть мы не можем это этим этими данными оперировать как объектами мы можем это просто видеть как набор символов соответственно для того чтобы да и забегая вперед скажу сразу что вот это вот все это объект джейсон джейсон это формат универсальный формат обмена данных между приложениями на я вас крипту object notation это альтернатива формату xml что тоже является универсальным форматом обмена данных между приложениями и между скрипным программами вот джейсон он имеет немножко другую структуру он более легковесный то есть аналогичный файл формате xml будет занимать больше места вот ну и соответственно для него действуют не некие другие правила как степь работать а вот соответственно чтобы продолжить работать нам с этим файлом нам надо импортировать библиотеку которая называется джейсон вот и теперь если мы здесь так это я удалю мы создадим здесь еще одну новую переменную который мы назовем ответ response и скажем что response равен джейсон лодз лодз это лод стринг то есть загрузить строку и передадим ей ссылку на нашу строку и вот теперь если мы посмотрим формат если мы посмотрим формат переменный response мы увидим что это уже не строка а это уже словарь dictionary и это нам дает все прелести работы с объектом типа словарь мы можем проходить сквозь его элементы мы можем делать с ним какие-то операции и так далее то есть это уже не просто набор символов да это уже некий объект разбитый на какие-то внутренние категории и соответственно к этому объекту уже применимы некие методы питоновский дальше я немножко уйду в сторону для того чтобы рассказать вообще структуру этого объекта то есть вот мы получили словарь да и этот словарь и он очень у него очень сложная внутренней иерархии я не буду ее сейчас полностью рассказывать как я до этого дошел потому что это очень долго просто эмпирическим путем была выведена но суть в том что когда вы загружаете этот объект у вас есть словарь сейчас я вам покажу у вас есть словарь так все за немножко поборюсь со средой у вас есть словарь который называется т.к. и в этом слов и этот словарь состоит из словарей то есть это словарь словарей словарь словарей который из себя включает следующие объекты в нем есть объект топ пост также в нем есть объект медиа и также в нем есть объект ноут то есть в словаре тег есть три словаря то пост медиа и ноут насчет медиа на самом деле я не уверен может быть путаю но в нем точно есть два словаря то пост и ноут соответственно в словаре ноут то есть словаре ноут это тоже словарь словарей и в нем есть уже непосредственно информация о конкретных объектах то есть в нем есть айди поста то есть то что здесь называется ноут это по сути то что мы называем пост посты в нем есть дата поста в нем есть еще очень много всего но вот что нас интересует конкретно в этом туториале нас интересуют два словаря точнее один это словарь а второе это это просто значение 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 словаря ноут значит первое это дисплей с арси дисплей с арси это непосредственно ссылка на показ на эту картинку конкретно здесь тяжело найти а вот она вот дисплей с арси например да и вот идет конкретная ссылка на конкретную картинку то есть если мы возьмем и скопируем вот этот вот кусочек то мы получим конкретную картинку так это значит первый так который нам интересен здесь и второй так который нам здесь интересен лайкс и лайкс это тоже как я уже сказал это тоже словарь состоящий из одного элемента я не знаю зачем это было дело словарем может быть они в будущем хотят добавить еще что-то сюда но пока это словарь состоящий из единственного элемента который называется каунт то есть счетчик лайков и соответственно нам интересно сегодня будут вот эти вот два тега потому что мы будем выбирать картинки и будем смотреть сколько у этих картинок лайков и на основе количества этих лайков мы будем строить рейтинг девчонок инстаграма теперь вернемся к коду значит что у нас сейчас есть у нас сейчас есть словарь в котором содержатся все теги айди дата бла-бла-бла и все прочее нам надо этот словарь сначала из этого словаря убрать вот эти вот две части топ-медиа оставить только перейти только на уровень работы со словарем ноутс для того чтобы это сделать мы создаем новую переменную которая называется ноды и при своем ей значение ноуты равно респонс так то есть мы заходим внутрь внутрь словаря так в этом словаре так мы заходим внутрь словаря топ посты и и внутри словаря топ посты мы заходим в словарь ноды теперь если мы напишем теперь если мы напишем покажи нам ноды то мы увидим что у нас ушли некоторые элементы такие как тег двоеточие открытие скобки и бла-бла-бла остались только конкретные данные о 9 постах инстаграм топ пост устроен таким образом что он всегда показывает 9 результатов но если их вообще есть 9 если их больше 9 то он показывает только 9 вот соответственно мы теперь получили все вот эти вот мета данные о которых я упоминал айди дата дисплей лайки и бла-бла-бла соответственно нам этот список еще надо сузить нам нужно нам нужно создать так сейчас что нам надо сделать это нам надо создать новый новый словарь блин вот фигурные скобки я не умею рисовать к сожалению но будем считать что это они нам нужно создать словарь в котором будут два элемента ссылка на картинку и и количество лайков в этой картинке соответственно для этого нам надо пройти сквозь весь словарь ноды и для каждой ноды их всего девять потому что топ постов 9 до для каждых для каждого из этого топ поста из этих девяти штук нам надо выбрать только ссылку и количество лайков вот как это будет выглядеть в коде сначала мы создаем пустой словарь который назовем топ 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 равно пустой словарь а дальше мы создадим цикл для ноды для каждой ноды в библиотеке nodes точнее в листе нодз что нам надо сделать сначала мы создаем переменную кей и говорим что переменная кей равна нодз нода дисплей src дальше мы говорим что в это value равно та же нода likes но так как помните я вам показывал likes это не просто значение likes это словарь который состоит из одного словаря под названием каунт то внутри likes мы заходим еще в каунт чтобы получить непосредственно цифру да сколько именно непосредственно лайков вот таким образом мы создали две переменные кей и value кей в и теперь все что нам надо сделать нам надо в каждом нашем проходе цикла нам надо в топ это наш пустой словарь создать запись с ключом кей и присвоить ей значение v таким образом у нас получится наш словарь и мы можем теперь распечатать топ и посмотреть как он выглядит в двух словах для тех кто только начинает работать с питоном я объясню что здесь происходит вот это вот цикл for он берет любой на вход любой элемент через который можно проходиться в цикле то есть так называемый iterable элемент вот переменная nodes вот это вот она из себя представляет тип list то есть если мы распечатаем type nodes вот мы увидим что это класс лист то есть это список соответственно одна из функций списка то что через каждый его элемент можно проходить в цикле и вот это вот for node in nodes что она делает она каждая она идет в цикле по этому листу и создает переменную временную node в которой она сохраняет каждый элемент каждый элемент списка по порядку то есть в первый проход это будет первый элемент списка nodes во второй проход это будет второй элемент списка nodes и так далее вот соответственно мы в первом элементе выбираем display source в качестве второй переменной мы записываем количество лайков сохраняем это в наш словарь после этого берем второй элемент это вот всего их элементов будет 9 потому что топ постов у нас всего 9 соответственно мы заходим во второй элемент у него выбираем ссылку и количество лайков опять добавляем ее к словарю третий четвертый и так далее пока не закончится количество постов их всего как я уже сказал 9 так что дальше мы получили этот словарь но у него есть один пока что недостаток этот словарь давайте посмотрим как он выглядит print топ сейчас очистим сначала вот вот наш словарь ссылка количество лайков ссылка количество лайков ссылка количество лайков и так далее но есть пока что одно новое этого словаря он не отсортирован то есть в нем все записи сейчас в рандомном порядке и даже в самом инстаграме они идут не по порядку то есть вот например у последней девочки 1783 лайка а у 6 1685 то есть здесь они не у них нету никакого топа скажем так все они сортируются а нам надо чтобы они сортировались по количеству лайков соответственно что мы делаем для этого мы наш словарь должны рассортировать создаем новую переменную sorted топ равно выбираем функцию sorted и пишем следующее топ . items то есть что мы будем сортировать мы будем сортировать элементы словаря топ дальше мы пишем следующее кей равно оператор . и там getter скобках 1 теперь я объясню что что значит эта строчка значит функция sorted она сортирует данный ей список элементов дальше мы говорим какой список элементов нам надо сортировать список элементов которые находятся в словаре топ то топ айтем сдает нам все элементы словаря топ дальше он говорит ключ ключ это такое слово которое в которой вы вписываете некую функцию то есть вы здесь можете построить любую однострочную функцию каким образом вы хотите то есть значение функции будет значить что по какому элементу осуществлять сортировку потому что изначально вы не можете сортировать словарь в питоне по его по его значениям то есть словарь он состоит из питоновский словарь да состоит из набора кей валью то что называется да например денис дуэто че 31 например не знаю дима 32 вот у нас есть словарь возрастов соответственно в этом словаре денис это ключ а 31 это значение также и дима это ключ а 32 это значение и вот встроенная функция sorted она умеет изначально сортировать словари только по ключам то есть она может взять словарь например а cbd и отсортировать его и он получится abcd по алфавиту но нам нужно сортировать не по ключам а нам нужно сортировать по значениям потому что значение у нас это количество лайков для этого мы используем вот эту функцию и там getter и там getter дает нам второй элемент ну то есть у нас всегда нумерация начинается с нуля даю поэтому ноль это будет кей единица это будет валью соответственно мы выбираем валью этим вот этом getter 1 и на его в основе производим сортировку для этого нам надо здесь еще импортировать библиотеку под названием оператор вот теперь мы получили арт сортированный топ результатов давайте проверим что у нас нигде не было никаких ошибок print sorted топ вот нас первое место 13000 лайков потом 3000 лайков 1934 лайков 1257 лайков да похоже на то что это работает что нам надо сделать дальше дальше я хочу создать таблицу в которую будет помещаться результаты я у нее поставлю точно известные параметры я точно знаю что у меня должно быть 10 строк так как всего постов 9 и у нее должно быть две колонки почему строк на одну больше потому что в первой строке у нас будет содержаться заголовок link и likes то есть ссылка на страничку и количество лайков ссылка не на страничку на картинку вот назовем это топ ты ему соответственно сюда будут публиковаться наш топ из 9 картинок из 9 девушек теперь что нам надо сделать нам надо каждый элемент от нашего списка сорта топ надо занести его в таблицу да и кстати давайте посмотрим какой тип данных наш сорта топ это лист то есть это список более того забегая вперед я скажу что это лист состоящий из кортежей мне очень лишь слух это слово по-английски называется tuple вот то есть это лист состоящий из link likes опять link likes и так далее и так 9 раз и вот этот вот tuple кортеж то что называется по-русски это для элемента списка это один элемент то есть это один элемент состоящий из двух элементов скажем так да вот этот второй элемент и так далее таких элементов всего 9 9 пар значений соответственно что мы должны сделать дальше нам надо опять-таки создать цикл еще один в которой мы будем идти по элементам этого списка по первому второму третьему и для каждого элемента в таблицу записывать ссылку и количество лайков так принт этот я удалю и пишу значит фор вот этот момент у меня вчера за занял больше всего времени чтобы понять как это правильно сделать я сейчас напишу это а потом объясню что здесь происходит фор ай в скобках киви в энумерейт сорта топ что это значит какая я хотел чтобы была логика ну точнее она по-другому никакая быть и не может логика должна быть такая бери первый элемент и записывай его в первую строчку таблицы бери второй элемент и записывай его во вторую строчку таблицы бери третий элемент записываю в третью строчку таблицы и так далее но у нас изначально нет никакого понятия какой номер элемента у нас сейчас обрабатывается то есть мы никак это не можем узнать и для этого для того чтобы пронумеровать список элементов чтобы он стал нумерованным существует функция enumerate и эта функция enumerate она берет она создает переменную еще одну вот как здесь ой и в нее записывает номер текущей операции скажем так да то есть этот первый элемент сейчас обрабатывается ну то есть нулевой да потом обрабатывается первый элемент потом обрабатывается второй элемент и так далее вот соответственно теперь у нас появился появился нумерация и мы вот эту переменную ой можем использовать для того чтобы говорить в какую конкретно строчку таблицы нам надо все записать потому что если бы ее не было то у нас бы каждый раз записывалась бы все в первую строчку таблицы то есть у нас бы девять раз записалась в первую строчку таблицы значений ну и соответственно осталось бы только последнее вот вот это вот пронумеровка нам помогает соответственно избавиться от этого и записывать все в свою каждую ячейку таблицы все что нам осталось это только собственно добавить наше значение именно непосредственно уже в саму таблицу для этого мы пишем об это оператор в тач дизайнере дальше мы указываем имя оператора имя у нас top table дальше мы ему должны сказать какую какую строчку и какую колонку мы хотим использовать строчка у нас это ой но так как нумерация начинаю у нас начинается с нуля а у нас нулевая строчка уже занята да потому что в ней написано link нам надо начать с первой строчки поэтому в скрипте мы пишем не просто ой ой плюс 1 дальше нас спрашивают хорошо строчку понятно в какую-то хочешь записать какую-то хочешь записать колонку колонку можно обозначить также цифрой 1 например да или 0 либо можно обозначить ее словами ее названием я знаю что у нас колонка наша называется link и таким образом мы получили первую строчку в колонке link то есть вот этот вот вот этот элемент и дальше он спрашивает что собственно ты хочешь в это записать я ему говорю я хочу в это записать кей окей как вы помните это вот этот вот link а в илью это likes да то есть кей в илью так хорошо едем дальше опять пишем об топ тему на этот раз строчка остается та же самая ай плюс 1 а а колонка теперь уже не линк а лайк справильно потому что мы теперь уже записываем лайки равно vi вот теперь мы работаем с со вторым элементом вот этим вот лайк вроде бы все готово давайте проверим что нигде нет ошибок если все хорошо то сейчас мы увидим как эта таблица заполнится значениями да и вот она заполнилась вот появились 9 ссылок на топ посты и вот появилось количество лайков и мы видим что она отсортирована то есть первое место у нас 13000 лайков и дальше идет по убыванию единственное что осталось нам сделать нам надо визуализировать эти картинки да неплохо было бы посмотреть как собственно выглядит наш топ для этого что мы делаем мы создаем ноду movie file in создаем их девять штук потому что постов у нас 9 и дальше нам надо каким-то образом делать следующее нам надо каждый раз когда в этой таблице меняются значения нам надо обновлять список картинок и для этого в тач дизайнер есть специальная нода который называется dat execute то есть исполнять что-то в зависим в связи связи с нодой дат вот это вот розовая класс not он называется даты вот соответственно я ставлю dat execute он меня спрашивает за какой мне нодой следить у нас но до наши top table да соответственно мы говорим следи за top table и дальше вот здесь список функций который нам доступен зачем конкретно следить если ну то есть в каком случае мне выполнять код если изменится таблица если изменится значение конкретного строчки если изменится значение в конкретной колонке если изменится значение в конкретной клетке либо если изменится размер таблицы я оставлю по дефолту table change то есть на изменение таблицы если с таблицы происходит какие-то изменения то выполняет следующий код код должен звучать у нас так давайте тоже напишем для каждого в диапазоне от 1 от 1 до 10 исполнить следующее так что я написал для переменной i в диапазоне от 1 до 10 это значит что вот эта переменная она будет проходить 9 раз и каждый раз она будет принимать значения от 1 до 10 не включая 10 то есть сначала i у нас в первом проходе будет равна единице во втором проходе она будет равна двойке в третьем проходе тройке и так далее дальше как раз таки я говорю берем оператор под названием movie file in плюс конкретный номер прохода сейчас да то есть первый раз это будет единица вот это str это значит что просто мы превращаем нашу цифру в строку чтобы можно было скомбинировать ее с другой строкой movie file in и получить конкретное название ноды которые нам в итоге надо обрабатывать то есть в первом проходе мы работаем с нодой movie file in во втором проходе мы работаем с нодой movie file in 2 в третьем проходе мы работаем и так далее до ноды movie file in 9 хорошо мы получили искомое название ноды с которым мы сейчас работаем в первом проходе это movie file in дальше он говорит хорошо что мы с этим movie file in 1 должны сделать мы должны выбрать у него параметр который называется файл это можно посмотреть таким образом выделяем ноду мою файл in вот нам вот этот вот параметр надо изменить то есть нам вот вот сюда вот надо поместить значение вот этой вот строчки когда мы открываем любой параметр мы получаем его скриптовое название то есть вот файл до reload называется reload play mode называется play mode в одно слово и заметьте что все эти названия не с маленьких букв и так далее соответственно нам в названии файл надо поместить название конкретных этих строчек соответственно параметр файл равен up top table дальше я просто ему указываю где хранится та информация которую тебе надо записать в поле файл она хранится в таблице строчка у нас равна ой правильно в строчке 1 то есть для movie файлы на один значение хранится в строчке один для мой файл n2 значение хранится строчки 2 и так далее а колонка называется колонка называется link и чтобы получить именно значение этой этой ячейки еще добавляется функция метод вал так вот мы получили значение записали его и теперь что нам надо сделать нам надо нажать вот эту вот кнопку перезагрузить чтобы он потому что если я просто введу сюда вот смотрите если я просто беру копирую и вставляю сюда это значение так он пишет ошибку почему а правильно потому что это должна быть строка на самом деле возможно мы не надо нажимать кнопку reload надо надо это проверить давайте попробуем вот у нас наш скрипт готов теперь соответственно если я исполню вот этот вот скрипт которым у нас основной код он повлечет за собой изменение таблицы потому что топ довольно динамично меняется и там постоянно количество лайков увеличивается фотки разные показываются и так далее соответственно это повлечет за собой изменение таблицы а изменение таблицы повлечет за собой исполнение вот это вот вот эту скрипта который у нас в каждую из not поместит ссылку на картинку давайте попробуем да так и получилось вот на первом месте у нас вот такая девушка на втором месте у нас вот такая девушка и так далее на третьем месте у нас вот такая вот красотка таким образом мы получили да вот первое место 13000 лайков можем попробовать обновить да и увидим что вот правда вот они 13100 лайков вот второе место 9000 лайков вот третье место 311 лайков а я вру не 311 лайков а 311 просмотров так вот собственно и все в я думаю что будет еще вторая часть этого туториала потому что ну классно что мы получили эти картинки но кому как бы от этого весело никому классно было бы создавать какой-то интерактивный топ на фоне этих картинок да то есть чтобы у нас генерилась некая графика с какими-то там показателями лайков и так далее и тому подобное да соответственно было бы здорово еще для вот этих вот картинок мало того что мы их получили еще генерировать какую-то графику как они там взбираются на топ или как накручиваются какие-то лайки и и все такое и вот это вот будет во второй части туториала в который мы будем собственно с этими данными которые мы уже получили до в виде графики мы уже будем делать какой-то скрипт какой-то точнее патч который уже реально можно будет использовать как некий виджет или на каком-то мероприятии вот но на сегодня все я надеюсь что вам понравилось спасибо за просмотр и пишите свои впечатления в комментариях всего доброго